В Самаре в рамках месячника по благоустройству, озеленению и улучшению облика города выполнена работа по уборке мусора, очистке газонов и тротуаров. Собранный в результате субботников и средников мусор подлежит вывозу и утилизации в установленном порядке. Специалисты рассказывают, что в этом году мусора собрали больше, чем в 2022. Работа по вывозу на полигоны продолжается и по завершении месячника по благоустройству. Вывозу подлежат и скопление мусора в пакетах, которые жители складировали у контейнерных площадок после уборки во дворах. В месячник по благоустройству на территории города определено, что отходы от уборок придомовых территорий, которые относятся к твердокоммунальным отходам, управляющие организации, жители должны приносить, складывать отходы в мешки и складывать их рядом с существующими контейнерными площадками, рядышком с отсеком КГО, впоследствии которые будут вывозиться региональным операторам. Региональным операторам данные отходы вывозятся в графике вывоза крупногабаритных отходов. График у нас определен санитарными нормами. Твердокоммунальные отходы вывозятся ежедневно в летний период. Крупногабаритные отходы раз до семи дней. В числе актуальных сезонных работ и борьба с несанкционированными свалками. В прошлом году работники профильного департамента выявили 66 мест стихийного скопления отходов. 62 свалки полностью ликвидированы. Еще две довольно крупные в поселке Чкалово и рядом с озером Монашевское, в поселке Мясокомбинат, убраны частично. Там продолжают работать специалисты. В этом году городским бюджетом предусмотрено финансирование ликвидации выявленных свалок и мусора. Те места, которые у нас там новые выявляются, районными администрациями, департаментом городского хозяйства в текущем году, в режиме, как мы их обнаруживаем в течение сезона, будем планировать их вывозить. В соответствии с нормативными документами в Самаре разграничена ответственность по уборке мусора между органами местного самоуправления и организациями. Наша территория – это уличная дорожная сеть, парки, скверы. Незакрепленные территории у нас – это ответственность администрации внутригородских районов. Ну а закрепленные территории за хозяйственными субъектами, юридическими лицами убираются как раз таки этими лицами. В Кировском районе вывезли несанкционированную свалку вблизи жилых домов на пересечении улиц Ставропольской и Советской. В настоящее время мы проводим работу по вывозу бытового мусора, который несанкционирован и был складирован, вывоз крупногабаритного мусора, а также лом от хозяйственных построек ветхих, которые здесь остались. Свалку выявили еще зимой, рассказывают в районной администрации. В квартале идет активное расселение жителей из ветхого и аварийного жилья. Люди в спешке покидают свои дома и не всегда за собой аккуратно убирают мусор. На месте ликвидации свалки работала спецтехника. Мелкий мусор собирали вручную. У администрации района есть как подрядная организация, которая проводит такие работы ежегодно. Мы в рамках 44 ФСЗ закона эту работу проводим. Так, у нас есть муниципальное бюджетное учреждение, у которого есть специализированная техника, есть люди, есть допуски для работы, в том числе более опасных, чем сейчас. И мы эту работу проводим планомерно и по разным направлениям. Помимо представителя районной администрации, на месте ликвидации свалки присутствовала и представитель административной комиссии Кировского района. Несанкционированные свалки могут стать причиной возникновения и распространения крупных пожаров. Риск возрастает в период введения особого противопожарного режима, который действует в регионе с 1 апреля и продлится до 31 октября. Складировать и хранить любой, в том числе и крупногабаритный мусор, более суток запрещено. Статьей 2.1.15 закона Самарской области об административных правонарушений. Нарушения, установленных на период действия особого противопожарного режима дополнительных требований пожарной безопасности, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 10 до 50 тысяч рублей. Жителям города напоминают, бытовой мусор необходимо доносить до контейнерных площадок, а крупногабаритный и строительный направлять на специальные полигоны по договору со специализированной организацией. Полигоны внесены в государственный реестр объектов размещения отходов. Перечень таких локаций для складирования мусора опубликован на сайте Росприроднадзора.